Хитоши Танака вот уже второй год живет и учится в Беларуси. В Синеоку молодой человек приехал не случайно. Когда-то у себя в Японии он регулярно отслеживал во время Олимпийских игр успехи белорусских и российских спортсменов. Они ему запомнились не только своим мастерством и высокими результатами. Больше всего молодого человека впечатлил мелодичный язык, на котором говорили спортсмены. По советам японских педагогов для изучения языков, Хитоши приехал в Беларусь, где сегодня успешно учится в БГУ и в то же время постигает белорусскую и русскую культуры. Если такая возможность, что я могу посетить чайную церемонию и другие мероприятия, конечно, я с удовольствием хочу делиться своей культурой, японской культурой с вашими брестскими людьми. Мне очень приятно. В Брест Хитоши Тенака привез и традицию японской чайной церемонии. Пока для города над Бугом этот способ познания восточной культуры был недоступен. Первопроходцами в постижении особенностей японской чайной церемонии стали сотрудники салона красоты «Хелси Джой». Наша специфика работы предполагает, что мы оказываем услуги, именно рецепты которых из Поднебесной. Поэтому, конечно, давно уже мы думали, мы мечтали давно о том, чтобы у нас была как часть вот этой вот восточной культуры представлена и чайная церемония. Сегодня повезло, что это японская чайная церемония. Японская церемония чаепития расставляет свои приоритеты и акценты. Если в Поднебесной при приеме чая главную роль играет сам чай, то для традиций страны восходящего солнца главным принципом является тишина. Именно она, по японским преданиям, является лучшим способом узнать человека ближе. Она, как и вся японская культура, отличается минималистичностью. Если в китайской чайной церемонии много посуд, дополнительные, чайные пары, дополнительные какие-то моменты, возможности, то здесь все очень строго, очень просто и очень минималистично. Минимум принадлежностей, минимум движений, полное безмолвие, тишина. Но в этой простоте я нахожу глубокий смысл. Я думаю, что и все, кто принимает участие в таких чайных церемониях, тоже обретают для себя возможность учиться, радоваться простому. Планы у клуба и салона красоты – самое что ни на есть наполеоновские. Возможно, и подобные чайные церемонии, благодаря участию Хитоши Танака, будут проводиться в городе над Бугом регулярно.